Балтийский вокзал Балтийский вокзал Балтийский вокзал Балтийский вокзал Антиквариат, секонд-хенд, бижутерия Все это останется Появятся торговые площади с эстонским дизайном И рукоделием Рядом современная одежда Цены за аренду у нас очень разные. У нас есть аренда по квадратному метру, есть аренда, скажем, на овощной улице, по погонному метру. Они очень разные. Вообще в торговле нет такого, как общая одинаковая аренда. Более маленькие боксы, может быть, на квадратный метр чуть побольше цена, более большие боксы, более дешевле. Антиквариат, там, конечно, цена намного дешевле, потому что это такой товар, что мы хотим, чтобы он тут был. И потому мы сделали очень большие уступки в цене, и это одна из ценностей нашего рынка. Уже сейчас ясно, что обновленный рынок станет новой гастрономической мягкой Таллина. Здесь будут сосредоточены более 20 пунктов общественного питания. Маленькие ресторанчики с террасами на крыше будут предлагать так называемый стрит-фуд, то есть уличную еду. Отдельный безалкогольный ресторан предусмотрен для детей и их родителей. Для любителей пива – пивной ресторан со своей пивоварней. Рядом мы видим рыбный зал, где будут продаваться разного рода рыбные изделия, свежая рыба, морепродукты. Эстонская рыба будет продаваться? У нас в основном, скажем, эстонская рыба, вся, что есть, тут будет представлена. Так что, кроме того, еще морепродукты, которые не из Эстонии, но эстонская, будет представлена. Я спрашиваю, потому что тяжело найти эстонскую рыбу. Здесь будет у нас с Чудского озера есть продавцы, которые чудскую рыбу продают. Есть с Арема производители, которые сами выращивают рыбу. Есть Аравуза Гала и Левка Гала, которые тоже сами выращивают рыбу. Есть здесь Бальтик Премьер Групп, который всякой рода рыбы будет. В подвальных этажах рынка будут располагаться фитнес-клуб и супермаркет, а также вместительная парковка. Здесь 125 парковочных мест. Они все находятся под землей здесь. Первый час парковки у нас бесплатный. В конце концов, на рынок можно будет просто прийти и в зоне отдыха наслаждаться видами на проезжающие поезда. И старое здание павильона ожидания пригородных поездов Балтийского вокзала, которое тоже обрело новую жизнь. Одно из самых знаковых мероприятий, прошедшей недавно Таллиннской недели музыки, проходило именно здесь. 30 часов техно в течение двух дней. Вход на техно-вечеринку был через подземный переход. Пропустить такое событие я не мог. Войдя из подземного перехода в, казалось бы, знакомое помещение, первым делом я увидел только что построенный гардероб, а за ним санузел. И я подумал про себя, что здесь что-то не так. А где же рынок? Еще прошлым летом здесь действовала торговая площадка, которая была как бы продолжением рынка по соседству, только более уродливым. Однако выяснилось, что здание, которое было построено в 1965 году, стало слишком опасным. Были проблемы с трассами, и мы были вынуждены это здание закрыть. И весь прошлый год мы делали ремонт. В первые несколько месяцев после Нового года мы начали проводить здесь различные мероприятия, а весной думали продолжить ремонт. Однако видно, что здание в таком виде уже работает. До сегодняшнего дня нам так и не ясно, какое будущее у этого дома, во что он превратится. Как мы можем вернуть наши вложения? Деньги, которые мы инвестировали в это здание в последние полгода, довольно большие. На сайте Балтийского вокзала недавно появилось официальное сообщение. С 1 апреля 2017 года взять в аренду старый павильон ожидания пригородных поездов для проведения концерта или корпоративного мероприятия может любой желающий. Мы поменяли все коммуникации, разобрали уродливый второй этаж, который был построен на стыке столетий, который прятал за собой уникальный потолок. Сейчас здание под охраной департамента памятников старины, и мы с ним активно сотрудничаем. Этот балкон был восстановлен, но немного в измененном виде. Сделано это для того, чтобы в будущем пускать сюда людей, которые любовались бы видом на старый город, поезда или Каламайо. Мы все еще ищем решение для этого места, но, по крайней мере, с начала года оно функционирует как место проведения концертов и вечеринок. В этом павильоне какая-то невероятная акустика. Это уже музыка сама по себе.